Всем привет! В эфире программа Есть Тодей на канале Телемикс. И сегодня вместе с нами этот день встречает наш надежный друг и партнер, группа предприятий Янта. Янта. Есть вкусно. Кетчуп Янта превосходный. Ест и сытый, и голодный. В выходной и будний день всякий ест, кому не лень. Ест шашлычный и болгарский, есть грузинский, есть татарский, барбетюр и острый есть. Вкус любой найдется здесь. Скажет повар вам вкусный. Кетчуп Янта очень вкусный. И почти к любому блюду кетчуп Янта просто чудо. В студии сегодня для вас буду работать я, Наталья Кулькова, и это наш летний марафон. Мы специально для вас собрали самые лучшие рубрики нашей программы, и сегодня будут несколько из них. Одна из них – это рубрика «Есть дело», где молодой человек Владимир будет знакомиться с операторским делом. И если вам вдруг кажется, что это что-то далекое, непонятное, и может вам не пригодиться, напрасно. Возможно, вы сами постоянно на свой телефон фотографируете видео или какие-то делаете фотоснимки, и он у вас буквально уже переполнен, памяти не хватает. И вас это увлекает, только вы не знаете, с чего начать. И как раз-таки в этой рубрике она вам покажет, что все не так сложно, а больше даже интересно. Помимо этого, будет рубрика «Мини-мы», где Наталья Шумакова и ее сын Иван будут отвечать на одинаковые вопросы, но не видя друг друга. И так можно понять, насколько мама хорошо знает своего ребенка, потому как вопросы будут как раз о ребенке. Еще одна из рубрик – это рубрика «Кто сильнее?». Она представляет собой такой виртуальный поединок животных, как если бы, например, у меня дома жил в данном случае крыса и кролик, и вдруг я забыла закрыть их в клетке, или, может быть, покормила, да ушла куда-то, вышла, и они что-то не поделили и решили драться. У каждого человека даже и животного есть слабые сильные стороны. И как раз таки, чтобы понять, чьи сильные стороны перевесят и станут решающими, для этого создаются вот такие вот поединки. И затем, а для начала, прервемся на информационный блок, где наши коллеги расскажут самые свежие новости нашего города. Меня зовут Вова, мне 16 лет, я прожил в Тискануме 12. Я решил принять участие в проекте, так как хочу проверить себя в профессии оператора. Здравствуйте, меня зовут Вова. Меня зовут Игорь, я оператор канала Телемикс. Сегодня мы тебе покажем студию, расскажем, как вообще снимаются сюжеты и покажем камеры. Задача оператора в студии – это правильно выставить свет, правильно подобрать ракурс, выставить композицию. Начинаем, допустим, с устройства камеры. Здесь находится кольцо трансфокатора. Оно является, ну, в простонародье называется зум. То есть мы можем наводить и кадрировать изображение. Вот это кольцо фокуса. Здесь находится фонарь для подсветки непосредственно стола. Он светит желтым цветом, то есть им подсвечиваем руки ведущих, когда они что-то режут. Также можно подсвечивать готовые блюда. Почему так важно выставить правильно свет? Выставление света – это главная задача вообще операторского искусства. Как ты выставишь свет, так картинка будет и выглядеть. Вообще самое хорошее дело – это тренироваться просто на объектах. Некоторые люди просто ставят манекены и смотрят, как на них падает свет. Скажем так, представь, что это реклама турок. Допустим, мы должны их правильно осветить, чтобы потом нажать на кнопку и снимать. А где у нас должна стоять камера? Это вторая твоя задача – выбрать правильно ракурс для съемки, чтобы правильно выстроить композицию. Видишь, вот здесь падает тень, которая загораживает вот здесь объект. Вот этого, в принципе, надо как-то избегать, либо переставлять. Сначала мы выставляем фокус. Навели. Фокус и резкость у нас – это самое главное. Далее выставляем план, чтобы все три объекта были видны. И выставляем освещение непосредственно на камере, экспозицию. Вот с турками мы уже разобрались, скажем так. Далее смотрим, у нас здесь происходит съемка погоды. Здесь мы видим зеленый фон. Он используется для прорезки изображения. Вообще, зеленый фон или хромакей, он произвел революцию вообще в киноиндустрии, в телеиндустрии. Потому что, встав сюда, ты можешь потом подставить любой фон себе уже на монтаже. Так, со студией мы, в принципе, разобрались. Давай сейчас выйдем на улицу и поснимаем просто погоду на улице. Вот, во, мы с тобой поснимали сейчас улицу, набрали кадров. И я думаю, что вот эти кадры вполне подойдут для сюжета о погоде на следующую неделю. Данная профессия, она на самом деле очень востребована. Особенно в больших городах, в больших населенных пунктах. Всегда есть телевидение, всегда есть съемка свадеб, в конце концов. Всегда есть блогеры, которым необходимы операторы. Вова справился прекрасно со своей задачей. Он с интересом смотрел на видеооборудование, на выставление освещения. Я думаю, у него все получится, если он этого захочет. Ну, мне очень все понравилось, особенно работать с камерой, которая поменьше. Уже я выбрал профессию, но мне кажется, что это вторая моя профессия будет. Я буду на курсах учиться одновременно с первой. Наши хобби – это спорт, бокс. Мы уже занимаемся им два года. Люблю делать лего, играть и тренироваться. Любимый цвет – красный. Красный. Больше всего Ваня любит кушать котлетки, пельмешки и варенички. Вареники, разные супы и пельмени. Хочет стать полицейским. Ну, еще, говорит, может быть пожарником. Не определился совсем. ОМОНовцы. Ну, я видел просто разные там мультики про ОМОНовцев, там, фильмы. И мне они понравились. Любимый праздник – это, конечно же, день рождения и Новый год. На Новый год, потому что мы ждем Деда Мороза, нам приносят подарки. Ну, и праздник, день рождения, потому что встречаются все друзья. День рождения и Новый год. Потому что на день рождения дарят подарки, и на Новый год дарят подарки. Водителей надо слушаться, но не всегда это получается. Конечно же, редко слушаются и делают, что хотят. Да, но вообще не надо. Чтобы получать знания, чтобы в дальнейшем определиться с профессией. Ну, и, конечно же, адаптироваться в социуме. Я думаю, незачем. Я думаю, что ребенком быть легко, потому что делаешь, что хочешь, ни о чем не думаешь. Все для тебя, можно так сказать. В общем, детство – это самая счастливая пора. Нет, надо учиться и делать уроки каждый день. Я думаю, что не очень быть легко взрослым, потому что ложатся какие-то уже обязанности, воспитание детей, правильно воспитать, обучить, и чтобы у детей все было хорошо в жизни. Ну, да. Взрослые ездят всего лишь на машине, и целый день сначала сделают дела, а потом лежат и смотрят телек. Сон похож на меня. У него мои глазки, моя улыбка, такой же светленький, как я. Характер папин. Мне кажется, и на маму, и на папу. У меня такие же глаза, как у папы и у мамы. Ну, и характер, как у папы и мамы. Ванечка, Ванюшка, Вано, зайчик, ежик. Зайчик, потом это, ежик, Ванюшка. Ну, и в детстве она меня Вано называла. С нашествием крыс и ущербом от них сталкиваются в основном владельцы товарных кроликов. Все-таки в домах и квартирах грызуны-вредители появляются очень редко. Нужно обладать хорошей фантазией, чтобы представить поединок домашнего декоративного зверька с кровожадной крысой. Крыса. На кроликафермах крыса довольно частый гость. Мало того, что могут прямо под боком у животных обосноваться и жить целым семейством, так еще и шныряют в округе в поисках добычи. За день пробегают до 15 километров. Обладают тончайшим нюхом. Своими зубами способны перегрызть бетон и даже жесть. У серых крыс развит интеллект. Они обходят расставленные капканы, не притрагиваются к отраве. При необходимости преодолевают водные препятствия, даже лазят по вертикальным стенам. Могут жить и размножаться в морозильных камерах при минус 20 градусах и за паровыми котлами. В России обитают два вида. Черная корабельная и наиболее распространенный серый пасюк. Он наиболее агрессивен, живуч и практически везде вытеснил конкурента. Кролик. В ходе эволюции кроликам досталась роль животных жертв, имеющих множество врагов. Поэтому его скорость может достигать 30 километров в час, а отдельные особи могут бежать со скоростью до 56. Будучи схваченным, кролик пускает в ход свое оружие. Мощные задние лапы с когтями и острые резцы. Этот небольшой зверек вырастает в длину до 40 сантиметров при массе тела 2,5 килограмма. Кролик обладает тончайшим слухом и хорошо развитым зрением. Глаза этих животных расположены по бокам, то есть кролик видит все вокруг себя со всех сторон. Кролики крупнее и сильнее, а крыса умнее. Она способна задушить молодого месячного кровченка. Но на взрослых нападать не торопится, боясь получить должный отпор, в том числе фатальный удар задними лапами. Всем привет! В эфире программа «Есть туда» на канале Телемикс. И вместе с нами встречает этот день наш надежный друг и партнер группа предприятий «Янта». Янта. Есть вкусно! Кетчуп «Янта» превосходный. Ест и сытый, и голодный. В выходной и будний день всякий ест, кому не лень. Ест шашлычный и болгарский. Есть грузинский, есть татарский. Барбетюр и острый есть. Вкус любой найдется здесь. Скажет повар вам вкусный. Кетчуп «Янта» очень вкусный. И почти к любому блюду кетчуп «Янта» просто чудо. В студии Наталья Кулькова и мы продолжаем наш летний марафон. Мы уже познакомились с тонкостями операторского дела в лице Владимира, ученика, скажем так, постигающего это искусство. Помимо этого, мы посмотрели, кто же победит, если вдруг столкнутся два таких необычных животных, как крыса и кролик. А сейчас мы продолжаем наши рубрики. И одна из них, эта рубрика «Сейчас объясню». И она одна из моих самых любимых, не только потому, что ее придумала я и рисую я, а потому, что она объясняет очень сложные вещи простым доступным языком. И помимо этого, у кого зрительное, визуальное восприятие, оно объясняет это все путем картинок. И, конечно же, так намного понятнее. В этот раз вопрос, который поставлен в этой рубрике, это будет, как медведь понимает весной, что пора просыпаться и выбираться из своей берлоги. Ведь у него там нет ни часов, ни каких-то других гаджетов, скажем так. Помимо этого, будет рубрика «Гимнастика для лица», где ведущая Анна Якушина расскажет о том, как расслабить грудной отдел, расправить наши плечи, ведь осанка и вообще вот эта вот вся часть, она очень влияет на наше самочувствие, на наше настроение и на то, как нас люди воспринимают со стороны. То есть это колоссально важно. А также будет рубрика «Топ 5», которая рассказывает о самых удивительных, самых необычных, самых странных или, может быть, самых, наоборот, пугающих каких-то вещах, предметах или людях. И в этом выпуске как раз будут удивительные уличные артисты. Если вы ездили, например, в Санкт-Петербург на какие-нибудь экскурсии и прогуливались по Невскому проспекту, вы могли видеть много людей, которые вытворяли что-то необычное, может быть, какие-то живые статуи были, но больше всего, конечно же, там музыкантов. А здесь как раз таки не только музыканты, плюс это люди со всего мира. Вот такая вот у нас подборка. Ну что, смотрим? Даже маленькие дети знают, что медведь зимой впадает в спячку, а в берлоге он сосет лапу из-за голода. Так ли это на самом деле, и как весной медведь понимает, что пора вставать? Начнем с того, что медведи в основном питаются растительной пищей, которую очень сложно найти зимой. Поэтому летом они как следует отъедаются и впадают в спячку, чтобы пережить суровую голодную зиму. Перед тем, как залечь, зверь обустраивает берлогу в укровном месте, обычно под поваленными деревьями или в прикорневых ямах. Извитка он может выкопать себе убежище прямо в земле. Время в спячке длится от нескольких месяцев до полугода, в зависимости от климата. Сон у бурого медведя не слишком глубокий. В случае опасности животное проснется и покинет берлогу. Бывает, что медведь не успевает к холодам набрать необходимые запасы жира. Тогда он может проснуться посреди зимы или вовсе не ложиться спать и начинает бродить в поисках пищи. Также во время зимней спячки кожа на лапах медведя обновляется, шелушится и зудит. Он реагирует на это облизыванием лап во сне. Отсюда и пошла та самая крылатая фраза «сосать лапу». После спячки животное худое и голодное, ведь медведь потерял все накопленные жировые запасы. Там, где тепло приходит рано, медведь просыпается уже с первых дней весны, а где-то не выходит из берлоги до середины апреля. Таким образом, именно климат играет ключевую роль в пробуждении зверя. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в студии в гостях Евгений Монташов, председатель правления Уссурийской общественной организации защиты прав потребителей. Евгений, здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы разбираем тему, касающуюся управления многоквартирными домами и в целом жилищно-коммунального хозяйства. Вообще, управляющие компании. Хотелось бы начать с них. Кто-то из жильцов с ними сотрудничает рука об руку, но это наше старшее поколение. Кто-то, как я, имеет только легкое представление, какая управляющая компания курирует или координирует ваш дом. Тем не менее, они есть. Как есть те, кто полностью доволен своей управляющей компанией, управляйка, а кто-то не совсем доволен. И вот вопрос вам, Евгений. Что делать, если людям не нравится их управляющая компания? Как ее поменять? И вообще, возможно ли это? Ну, поменять, конечно, возможно. Это достаточно легко. Самое главное условие, в первую очередь, это набрать группу единомышленников, инициативную группу, да, 3-5 человек, которые желают изменить ситуацию на доме, да, и будут в будущем контролировать работу новой управляющей компании. То есть это те люди, которые потом сформируют совет дома. Выбрать очень легко. Выберите себе другую управляющую компанию, ту, которая вам нравится, придите к ним, договоритесь с ними по размеру платы, да, по условиям договора управления. И, в принципе, они как специалисты вам помогут провести всю процедуру. Но сложность, я понимаю, будет только в том, что скоординироваться с жильцами, то есть найти какую-то общую, да? Самая большая сложность – это собрать подписи под выбор, то есть для протокола, провести собрание. Собрание бывает двух форм, очное либо заочное. На очное, ну, если дом маленький, там, 20 квартир, да, то еще реально всех собрать. 90-квартирные и так далее дома нереально. Поэтому на очное переходит небольшая группа людей, обсуждают вопросы, а впоследствии уже все голосуют по бланкам, по заочным. И вот как раз задача инициативной группы – пройтись по квартирам, собрать подписи, то есть под бланками, да, на каждом бланке решения собственники отвечают, за, против, воздержался, ставят свою ее роспись. Некоторые дома, например, проводят процедуру, когда, особенно это сейчас актуально в условиях коронавируса, когда бланки разбрасываются по почтовым ящикам, то есть заранее заносятся сведения из реестра собственников, там номер квартиры, кто собственный, кто будет голосовать. Все это по почтовым ящикам раскладывается. Собственники берут, то есть он берет свой бланк, голосует, и в определенные ящики, то есть… Ну, какая-то урна ящики. Да, то есть либо урна, либо там почтовый ящик, там первая квартира, например, там 15-я квартира, то есть они их туда опускают. То есть потом все эти бланки собираются, подсчитываются голоса, и уже составляется протокол. То есть сложность только в этом, чтобы собрать все ученцы в уедино. Да, только вот этот организационный момент, только вот в принципе сложность в нем. Ну и, конечно, самое главное, это инициативная группа должна за дом болеть, и потом она должна будет в будущем и контролировать работу. И еще рекомендуем, конечно, всегда делать небольшую подготовительную работу. Надо со старой управляющей компанией потребовать копии документов, в которых работы выполнялись. Для отчетности. Да, потому что если вдруг они ничего не выполняли, как обычно у нас говорят, то теоретически, ну и практически, в том числе через суд, можно деньги забрать. Но это уже отдельная работа, это непростая работа, скажем так, но прецеденты в городе есть, и деньги забираются. Возможно, вопрос немного странный, но возможно ли такое, что будут две управляющие компании как-то делить один дом? Есть такая проблема, это когда вот при переходе возникает вопрос не то, что две управляющие компании, а старую управляющую компанию не хочет отпускать. Они начинают, продолжают выставлять квитанции. Это в тот период времени, когда по каким-то причинам изменения в лицензию еще не внесены. То есть новая компания уже приступила к работе, но по каким-то причинам нет пока изменения в лицензии. И вот этот период, старая компания говорит, ну дом же у меня в лицензии, поэтому я буду выставлять квитанции. А новая компания начинает работать уже, оказывать услуги и также предъявляет квитанции. Здесь судебная практика, Верховный суд сказал давно, если есть заключенный договор управления у новой компании и она приступила к работе, все, то есть деньги собирает она. То есть вот это тот самый случай, когда я захожу в подъезд и у меня есть доска объявлений, на которой написано, просьба убедительная, вот этой управляющей компании больше не оплатите, они нас не курируют, не координируют, наша управляющая компания такая-то, такая-то, такая-то. То есть это все-таки есть, это в центре у меня происходит, вот теперь понятно, становится, почему так? Да, тут вопрос, главное, чтобы новая управляющая компания приступила к выполнению работ, то есть многие управляющие компании, они ждут, когда из лицензии старой уберут и ничего не предпринимают. Есть управляющие компании, кто непосредственно с первого же дня начинает работать, подписываются, акты выполненных работ, документацию, чтобы потом в суде можно было собственникам помочь, потому что вот такие компании, ну, скажем так, нерадивые, которые продолжают удерживать у себя дом, они потом и в суд идут, то есть они, совести нет, они спокойно заявляют эту задолженность как долг, и уже задача новой компании помочь, то есть чтобы эти деньги не взыскались. Но справедливости добиться все-таки возможно и реально? Конечно, возможно. Есть в административный кодекс внесена статья, то есть она есть по воспрепятствованию деятельности новой управляющей компании, то есть новая управляющая компания должна подать заявление на старую управляющую компанию, чтобы их привлекли к ответственности. Там достаточно крупный штраф, поэтому, в принципе, у тех, кто вот так вот делает, не отпускает дом, их в городе становится все меньше. То есть все, наоборот, становится на комфортный. Ну, потихоньку, да, то есть оно вот нормализуется, потому что статья работает, судебная практика, нарабатывается к ответственности, такие компании привлекаются. А вот чтобы людям понимать, ну, как бы мы такие привыкшие, что ну и так сойдет, ну, как-то убирается более-менее и хорошо. Когда, может быть, подсказать нашим телезрителям, что пора менять вашу управляющую компанию, если у вас не выполняются какие работы? Ну, нельзя сказать, что какие-то определенные работы. Просто, что такое управляющая компания, да, и собственники, дом. Дом – это большое имущество. Его надо, ну, представьте, свою квартиру, да, в ней надо делать текущий ремонт небольшой, там его надо подметать, там посуду мыть и так далее. То есть есть определенный перечень работ, который в этой квартире должен быть. Если дом небольшой, там до 30 квартир, да, то собственники могут сами выбрать этот перечень, и, например, им уборщица от управляющей компании не нужна, уборщицу будут они оплачивать сами. Сами где-то. Например, да. Ну, это для маленьких домов. Все, что выше 30 домов, есть, ой, 30 квартир, прошу прощения, да, есть перечень, который определен постановлением правительства, тот минимальный перечень, который в квартире, ну, в доме, то есть должен быть. Это мытье полов, это санитарное содержание прилегающей территории, дворник, то есть это аварийное обслуживание, там, проверка, осмотр и так далее. А осветительные лампы, если выкручивают, чьи это обязанности? Вот выкрутили у меня, допустим, в моем небольшом коридорчике перед квартирой лампочку. Это общее имущество, то есть четкий критерий, если имущество обслуживает более чем одну квартиру, оно является общим. Приведу примерно, например, домофоны, да, очень часто в городе такая практика, что домофон обслуживает с только одним подъездом, например. Но это возможно, когда его ставят первый раз. То есть подъезд скинулся, они сложили денег, они его поставили на свои деньги. То есть до этого домофона не было. Они его поставили, с этого момента домофон становится общим имуществом. И уже дальнейшее обслуживание происходит за деньги всего дома. Всего подъезда. А дальше получается простое правило. Есть перечень услуг, минимальный, который утвержден постановлением правительства. Если он выполняется, то есть есть аварийная работа, то есть приезжает аварийная служба, меняются лампочки, дворник подметает, уборщица полы моет. Двор цветет, и все сразу видно, что управляющая компания... Да, смысл менять управляющую компанию, тогда нет. Когда этого нет, видно, что управляющая компания ничего не делает, если такие компании, кто любит просто деньги получать. Да, тогда надо ее менять и забирать эти деньги, которые ей заплатили, за то, что она их не реализовала. То есть все реально, все возможно. Большое спасибо вам, Евгений. Все популярно, доступно объяснили. Даже таким людям, которые только входят, можно сказать, в взрослую жизнь, еще не до конца понимают, что такое управляющая компания, в принципе, можно ли ее заменить. Сегодня у нас в гостях был Евгений Монташов, председатель правления Уссурийской общественной организации защиты прав потребителей. Большое спасибо вам, Евгений. До встречи. До свидания. Меня зовут Вова, мне 16 лет, я прожил в Дискануме 12. Я решил принять участие в проекте, так как хочу проверить себя в профессии оператора. Здравствуйте. Меня зовут Вова. Меня зовут Игорь, я оператор канала Телемикс. Сегодня мы тебе покажем студию, расскажем, как вообще снимаются сюжеты и покажем камеры. Задача оператора в студии это правильно выставить свет, правильно подобрать ракурс, выставить композицию. Начинаем, допустим, с устройства камеры. Здесь находится кольцо трансфокатора. Оно является, в простонародье называется зум. То есть мы можем наводить и кадрировать изображение. Вот это кольцо фокуса. Здесь находится фонарь для подсветки непосредственно стола. Он светит желтым цветом, то есть им мы подсвечиваем руки ведущих, когда они что-то режут. Также можно подсвечивать готовые блюда. Почему так важно выставить правильно свет? Выставление света – это главная задача вообще операторского искусства. Как ты выставишь свет, так картинка будет и выглядеть. Вообще самое хорошее дело – это тренироваться просто на объектах. Некоторые люди просто ставят манекены и смотрят, как на них падает свет. Скажем так, представь, что это реклама турок. Допустим, мы должны их правильно осветить, чтобы потом нажать на кнопку и снимать. А где у нас должна стоять камера? Это вторая твоя задача – выбрать правильно ракурс для съемки, чтобы правильно выстроить композицию. Видишь, вот здесь падает тень, которая загораживает вот здесь объект. Этого, в принципе, надо как-то избегать либо переставлять. Сначала мы выставляем фокус. Навели. Фокус здесь, резкость. У нас это самое главное. Далее выставляем план, чтобы все три объекта были видны. и выставляем освещение непосредственно на камере, экспозицию. Вот с турками мы уже разобрались, скажем так. Далее смотрим. У нас здесь происходит съемка погоды. Здесь мы видим зеленый фон. Он используется для прорезки изображения. Вообще, зеленый фон или хромакей, он произвел революцию вообще в киноиндустрии, в телеиндустрии, потому что встав сюда, ты можешь потом подставить любой фон себе уже на монтаже. Так, со студией мы, в принципе, разобрались. Давай сейчас выйдем на улицу и поснимаем просто погоду на улице. Субтитры сделал DimaTorzok снимали сейчас улицу, набрали кадров погоды. И я думаю, что вот эти кадры вполне подойдут для сюжета о погоде на следующую неделю. Данная профессия, она на самом деле очень востребована. Особенно в больших городах, в больших населенных пунктах всегда есть телевидение, всегда есть съемка свадеб, в конце концов. Всегда есть блогеры, которым необходимы операторы. Вова справился прекрасно со своей задачей. Он с интересом смотрел на видеооборудование, на выставление освещения. Я думаю, у него все получится, если он этого захочет. Мне очень все понравилось, особенно работать с камерой, которая поменьше. Уже я выбрал профессию, но мне кажется, что это вторая моя профессия будет. Я буду на курсах учиться одновременно, впервые. Здравствуйте! Сегодня я покажу вам упражнение для раскрытия грудного отдела. Очень часто он у нас в обычной жизни закрывается, наши плечики устремляются вперед. Это происходит из-за нашей неправильной осанки. Упираемся ладонью в стену. Корпус при этом разворачиваем на 180 градусов. Плечи не тянем к ушам. Плечи стремятся вниз. Замираем в таком положении на 30 секунд. Вы должны чувствовать напряжение и растяжение вот в этой области. Аналогично делаем со второй рукой. С вами была я, Яшутина Анна. Ваш персональный тренер по гимнастике для лица. Наверняка многие из вас встречали людей на улицах, которые развлекают прохожих, собирая при этом десятки, а то и сотни зрителей. Сегодня мы расскажем о пяти самых удивительных уличных артистов. Айзек Ху. Трудно представить, сколько времени потребовалось тайваньскому властелину колес для тренировок и репетиций. Пластика и грация движений поражают воображение горожан и гостей Тайбэя. Гигантский обруч сливается в одно целое с телом артиста и уже не замечаешь ничего, кроме головокружительного вращения. Эдвард Чайна. Необыкновенный чудак, который одержим автомобилями, Эд – семикратный рекордсмен книги Гиннесса. Именно ему принадлежат титулы самого быстрого СДК на кровати, на тележке супермаркета, на диване и других неожиданных средствах передвижения. Джаслин Пейдж. Она практически перевернула всю уличную сцену нового Орлеана, когда появилась в костюме Бамблби. Джаслин потратила на создание костюма 800 долларов и целых пять недель, чтобы сделать трансформера. Робот может ездить как настоящий автомобиль, используя колеса, а затем преображается в автобота. Сканирование завершено. Обновление Москвы. Ия Траоре. Парижанин гвинейского происхождения, невероятно талантливый акробат, футболист и фристайлер. Трижды упомянут в книге рекордов Гиннесса. Обожает выступать для народа, зевак и гостей столицы на фоне бескрайней парижской панорамы, находясь на самой высокой церковной паперти Парижа. Дэн Монендес. Артисту мало было просто подбрасывать в воздух предметы, хотя и в этом он тоже достиг высочайшего мастерства. Дэн придумал уникальную технику жонглирования теннисными шариками, которая позволяет ему играть на синтезаторе разные мелодии, начиная от Бетховена и заканчивая современными композициями. Это были пять самых удивительных артистов, которые способны вдохновить любого. Наши хобби это спорт, бокс. Мы уже занимаемся им два года. Люблю делать лего, играть и тренироваться. Любимый цвет красный? Красный. Больше всего Ваня любит кушать котлетки, пельмешки и варенички. Вареники, разные супы и пельмени. Хочет стать полицейским? Ну, еще, говорит, может быть, пожарником. Не определился совсем. ОМОНовцы. Ну, я видел просто разные там мультики про ОМОНовцев, там, фильмы. И у меня они понравились. Любимый праздник это, конечно же, день рождения и Новый год. На Новый год, потому что мы ждем Деда Мороза, нам приносят подарки. Ну, и праздник, день рождения, потому что встречаются все друзья. День рождения и Новый год, потому что на День рождения дарят подарки и на Новый год дарят подарки. Родителям надо слушаться, но не всегда это получается. Конечно же, редко слушаются и делают, что хотят. Да, но вообще не надо. Чтобы получать знания, чтобы в дальнейшем определиться профессией, вот, ну, и, конечно же, адаптироваться к социуму. Я думаю, незачем. Я думаю, что ребенком быть легко, потому что делаешь, что хочешь, ни о чем не думаешь, все для тебя, можно так сказать. В общем, детство – это самая счастливая пора. Нет, надо учиться и делать уроки каждый день. я думаю, я думаю, что не очень быть легко взрослым, потому что ложатся какие-то уже обязанности воспитания детей, правильно воспитать, обучить, и чтобы у детей все было хорошо в жизни. Ну, да. взрослые взрослые ездят всего лишь на машине, и целый день сначала сделают дела, а потом лежат и смотрят телек. Сын похож на меня. У него мои глазки, моя улыбка, такой же светленький, как я. Характер папин. Мне кажется, и на маму, и на папу. У меня такие же глаза, как у папы и у мамы. Ну, и характер, как у папы и мамы. Ванечка, Ванюшка, Вано, Зайчик, Ёжик. Зайчик, потом это, Ёжик, Ванюшка. Ну, и в детстве она меня Вано называла. Вот так быстро пролетел наш сегодняшний выпуск. Мы узнали о том, что делать, если вы хотите стать оператором, с чего начать вообще. Мы узнали, как же медведи понимают весной, как просыпаться, когда просыпаться. То есть, немножко больше углубились в какую-то такую систему природы, как она эти тонкости все реализует. Помимо этого, мы увидели удивительных уличных артистов, собранных со всего мира специально для вас. Но и это еще не все. Смотрите нас каждый день на канале Телемикс, подписывайтесь на наш YouTube-канал, Instagram-канал, пишите в директ, пишите комментарии. Мы всегда рады общению с вами. И это была программа Телемикс. И я, Наталья Кулькова, а вы, наши любимые телезрители, до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова